Слава Господу за наших детей! Слава Богу, что и дети, и взрослые вместе мы можем духовно возрастать здесь. Пусть Господь благословит. И это время, когда мы вместе будем открывать Священное Писание, изучать его. Вы знаете, на этой неделе такую информацию для себя я открыл. Оказывается, что есть люди, которые рождаются вообще с разными отклонениями. К сожалению, это присутствует из-за греха в нашем мире. И есть такое понятие, как карликовость. Знаете, да? Есть карлики. Это дети и затем взрослые, которые родились с отклонениями в организме. У них не вырабатывается гормон роста. И есть еще лилипуты. Лилипуты, оказывается, лилипуты и карлики – это разные понятия и разные диагнозы. У лилипутов проблема с гипофизом и тоже плохо вырабатывается гормон роста. Почему я об этом заговорил? Это проблема физиологическая, правда? Но скажите, в духовном смысле может ли происходить такое? У человека карликовость. Может ли быть человек духовным лилипутом? То есть человеком, у которого что-то идет не так в его духовном развитии. Какой-то гормон не вырабатывается. Какой-то дефект в его процессе развития. Действительно, и об этом дух пророчества тоже говорит, что есть такое понятие карликовости. Можно быть духовным карликом. То есть, живя с Богом из года в год, десятилетия уже, живя с Богом, при этом оставаться в духовном смысле ребенком, младенцем. Или развиваться непропорционально. В одном вроде бы он успешен, а в другом очень слаб. И падает из-за какого-то небольшого искушения. Какие проблемы могут происходить в жизни христианина? И зачастую можно наблюдать в жизни зрелого, казалось бы, христианина. Или, ну, скажем так, человека, который должен быть зрелым. Человека, который уже давно верующий. При этом могут быть проблемы, раздражительный характер. Улыбка перестала появляться на лице. Семейные конфликты не прекращаются. Нет интереса к Библии, нет интереса к молитве. Не получается простить какого-то человека. Нет желания участвовать в служении. Нет сил, желания, смелости рассказывать другим о Господе. Сердце не пламенеет для Господа. Скажите, есть такое явление? Можно такое наблюдать? Может быть, и в себе кто-то замечает эти вещи. О чем это говорит? Если у меня присутствуют такие проблемы в жизни, в моем поведении, в моем характере. О чем это говорит? Чего-то недостает. Правда? Как у человека физиологически может недоставать какого-то гормона роста, и он не развивается полноценно, его тело не развивается пропорционально, и, соответственно, его возрасту, так и в духовном смысле может происходить. Человек останавливается в своем развитии или даже откатывается назад. Из-за чего это может происходить? Друзья, есть одна тема, о которой нам дано прямое наставление. Снова и снова на эту тему рассуждать. Что это за тема, как вы думаете? Есть одна тема, о которой нам нужно снова и снова рассуждать, размышлять, молиться, исследовать и, конечно, применять. Что это за тема? Верили мы, духовный рост. Да. Это тема Святого Духа. Святого Духа, присутствие Святого Духа в нашей жизни. Это тема, к которой нам нужно возвращаться снова и снова, изучать ее вновь и вновь и применять к своей жизни. И испытывать самих себя, верили мы, растем ли мы, управляет ли моей жизнью Святой Дух, присутствует ли в моей жизни Святой Дух. И сегодня я предлагаю вместе открыть книгу «Деяния апостолов» и посмотреть, как в книге «Деяния апостолов» представлен Святой Дух, его работа, и как по книге «Деяния апостолов» мы с вами сейчас проведем исследование. Я провел мое личное исследование, выписал все тексты в «Деяниях апостолов», которые упоминают о Святом Духе. Я систематизировал эти тексты и вместе с вами хотел бы посмотреть, что говорится о действиях Святого Духа, как Святой Дух начинал действовать в Церкви и в жизни конкретных людей при самом зарождении христианской Церкви. Книга «Деяния апостолов» фактически ее можно назвать «Евангелием Святого Духа». Если четыре Евангелия есть Евангелие Иисуса Христа, то «Деяния апостолов» – это, можно сказать, «Евангелие Святого Духа», потому что Святой Дух является главным действующим лицом в книге «Деяния апостолов». Мы видим то, что начал Иисус в Евангелиях, Дух Святой продолжает в «Деяниях апостолов». Первое, на что мы обратим внимание, как Святой Дух действует в жизни Христа и в жизни Церкви. В «Деяниях 10.38» есть такие слова. «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворяя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним». В действиях Иисуса Христа, в служении Иисуса Христа присутствовала сила Святого Духа. Бог Духом Святым и силой помазал Христа, и поэтому Иисус совершал такие добрые дела, исцелял всех, и Он изгонял дьявола. И то, что происходило в жизни Иисуса, мы можем читать это в Евангелиях, в «Деяниях апостолов» мы видим, что Дух Святой продолжил уже через Церковь. «Деяния 1.2» есть такие слова. «До того дня, в который Он вознесся, Иисус вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал». Очень интересное выражение. Иисус Святым Духом дал повеление апостола. Мы сейчас не сможем это все разложить по полочкам и понять, какой же смысл в этих словах содержится. Но мы можем понять здесь, что Иисус, оставляя Своих учеников, Он дал им Святого Духа, и когда Он их наставлял, в этом присутствовала сила и влияние Святого Духа. Это очень важный момент передачи. То, что совершалось в жизни Христа, должно было продолжиться в жизни Его Церкви, в жизни тех, кого Он избрал. В Деянии 1.5 написано, здесь слова Иисуса, «Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». И дальше в 8 стихе написано, «И вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Вот так произошел переход. Служение Духа Святого в жизни Христа продолжилось служением Духа Святого в жизни Ранней Церкви. Вы примете силу, вы будете крещены Духом Святым. Таково обетование. Теперь давайте посмотрим, оказывается, этот Святой Дух, который действовал в Ранней Церкви, это был тот же самый Дух, который говорил когда-то в Священных Писаниях. Об этом написано в Деяниях Апостолов. Вот, например, 1.16. Было же собрание, человек около 120, и апостол Петр произнес такие слова. «Мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида, об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса». Итак, Дух Святой когда-то предрек то, что происходило при жизни Христа и в жизни Ранней Церкви. И теперь этот Дух Святой, который когда-то предсказал, активно действует, исполняя эти предсказания в жизни Церкви. Деяние 4.25. «Ты устами...» Это слова из молитвы, с которой Церковь обратилась к Богу. «Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал духом святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное». Итак, Дух Святой когда-то устами Давида говорил. Деяние 28.25. «Будучи же несогласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова. «Хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию». И дальше слова пророка Исаии. Фактически, это слова Духа Святого, это слова Бога, который Духом Святым сказал. «Смотрите, друзья, то, что Дух Святой когда-то предсказывал через пророков, через избранных людей, теперь он осуществляет в жизни Церкви. Тот самый Дух Святой, ветхозаветный Дух Святой, который руководил авторами священных писаний, тот, который пробуждал пророков из среды народа, чтобы наставлять народ, этот Дух Святой теперь изливается на Церковь, осуществляет то, что было предсказано». Теперь давайте мы посмотрим, как в книге Деяния апостолов описывается исполнение Духом Святым, как происходит крещение Духом Святым, как происходит исполнение Духом Святым. И в этом хорошие уроки для нас. Деяние, вторая глава, описывает, как Дух Святой сошел в Пятидесятницу на Церковь. Написано в 4 стихе. «И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». В какой момент это произошло? В каких обстоятельствах это произошло? Церковь к этому готовилась. Церковь молилась. Церковь молилась об исполнении поручения, которое Христос дал этой Церкви. Они молились, чтобы принять эту силу. Они молились, чтобы Святой Дух сошел на них. И вот наступил момент, когда Господь излил на них Духа Святого. Следующий текст, Деяние 4.31, говорит о повторном, следующем исполнении Духом Святым. Они молятся, Церковь молится, и по молитве их поколебалось место, где они были собраны. И исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божье с дерзновением. Как произошло это исполнение Духа? В 4 главе Деяния апостолов описывается, как апостолы пострадали за свою проповедь. Им запретили проповедовать. Они возвращаются к Церкви, они сообщают о том, что им сказал Синедрион. Церковь объединяется, склоняются и молятся. И там эту молитву надо читать. Эту молитву надо знать очень хорошо. Эта молитва показывает, что они готовы страдать, они готовы умирать, они готовы на все, что угодно, на любые лишения, чтобы исполнить поручение, которое Иисус им дал. И они говорят, Господи, воззри на эти все угрозы. Господи, Ты предрек, что это все будет, что метутся народы, что племена замышляют тщетно, и цари земли восстают, руководители народа восстают, чтобы остановить эту проповедь. Но Ты воззри на угрозы их и дай нам со смелостью, с дерзновением проповедовать. Об этом была их молитва. И когда они так молились, что произошло? Дух Святой сошел. Дух Святой сходит на церковь, которая желает исполнить поручение Иисуса Христа. Дух Святой сходит на церковь дерзновенную, готовую жертвовать, готовую жизнь свою положить, ради того, чтобы быть верными Христу. Дальше. Мы читаем в 9 главе, 17-18 стихи. Анания, это верующий в Дамаске, пошел и вошел в дом, и возложив на него руки, сказал. Возложил он руки на Савла, который прибыл в Дамаск, для того, чтобы гнать церковь, но там встреча произошла, да, у Савла. И теперь он три дня в посте, слепой, и ждет, что сделает Господь. И Господь присылает Ананию, и вот Анания возлагает на него руки и говорит, брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. И тотчас, как бы, чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и встав, крестился. На кого сходит Святой Дух? Здесь мы видим человека, Савла, который был просвещенный, знаток, все, он был гонитель церкви, но у него произошла встреча со Христом, которая заставила его все переосмыслить. И когда этот человек, Савл, гонитель, он осознал, что он шел против Бога, он раскаивается в этом, и он слышит поручение Христа, что ты будешь моим свидетелем, будешь моим проповедником, и он внутренне смиряется и соглашается, повинуется этому голосу. Вот тогда происходит то, что Бог посылает к нему человека. Это интересный момент. Через возложение рук, и это неоднократно тоже повторяется в Священном Писании. Кстати, мы очень мало это используем, и это тоже не очень хорошо. Нам нужно тоже возлагать руки, друзья. Возлагайте руки на своих детей и говорите благословение над ними. Возлагайте руки, давайте как церковь будем возлагать руки, когда мы выбираем здесь служителей. На следующий год, вот у нас будут осенью выборы, давайте будем возносить руки, возлагать руки на людей, которых мы отделяем на служение по воле Божьей, с молитвами. Возлагать руки, через возложение рук церкви происходило наделение Духом Святым, наделение поручением. Есть еще один момент, который дальше мы прочитаем, как церковь благословила возложением рук Савла и Варнаву. Итак, мы здесь видим, что когда духовные люди возносят руки, возлагают руки, это такой внешний элемент, но самое главное, когда человек сам раскаивается перед Богом, когда он готов свою жизнь отдать полностью в руки Божьи, как это было с Савлом в тот момент, на него сходит Дух Святой. И дальше это, конечно, приводит к крещению здесь, в данной ситуации, и вы увидите, что очень часто исполнение Духом, оно связано с крещением, потому что крещение – это тоже внешнее такое подтверждение, что человек полностью свою жизнь отдает Богу. Деяние, 10 глава, 44 по 48 стихи. Когда Петр еще продолжал речь свою, это был момент, когда в доме Корнилия он проповедует, там язычники собрались, приближенные к Богу, и Корнилий, который назван боящимся Бога, «Дух Святой сошел на всех, слушавших Слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников». Святой Дух умеет удивлять, изумлять. Святой Дух изумляет тех, кто не понимает, как действует Святой Дух. Святой Дух изумляет и удивляет тех, у которых есть какие-то шоры, какие-то понятия, что Бог лицеприятен. Святой Дух удивляет, потому что он нелицеприятен. Он может... Крещение Духа Святого может произойти в какой-то конфессии, которую мы считаем ошибочной конфессией. Святой Дух может сойти на человека, который переживает покаяние перед Богом и свою жизнь вручает в руки Божьи. Независимо от его национальности, расы, конфессии, Святой Дух умеет удивлять. Здесь эти люди вообще еще, казалось бы, были неверующие, язычники. Что происходит? Святой Дух сходит в момент, когда звучит Божье Слово. Это очень важная истина. Это очень важная вещь. Святой Дух сходит... Вы можете сами перечитать Деяния апостола. Когда происходит нечто духовное, когда люди молятся, или когда люди исследуют Писание, или когда люди, вот как здесь, слушают проповедника, их сердце склоняется, они в сердцах своих принимают определенные решения для себя, они принимают верой Иисуса. И Дух Святой сошел на всех, слушавших Слово. И поэтому вопрос, а как часто я слушаю Слово с верой? Как часто я, слушая Слово, принимаю для себя решение повиноваться этому Слову и решительные преобразования произвести в своей жизни? Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа и велел им креститься во имя Иисуса Христа? Ну, казалось бы, но они уже Духа Святого приняли. Зачем им еще крещение? И здесь, вот как мы уже отмечали, крещение очень связано с сошествием Духа Святого. Необходимо свою жизнь полностью вручить Богу, и крещение является внешним знаком. Деяние 11 глава с 15 стиха. Это уже объяснение апостола Петра о том же самом событии. Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале. Обратите внимание, когда он начал проповедовать. Если мы хотим, чтобы в нашей жизни было больше Духа Святого, давайте проповедовать, давайте слушать проповеди. Кто-то сегодня сказал, что мы люди печатного слова, но мы еще и люди интернета. Что мы смотрим в интернете? Какие ролики мы смотрим? Что мы в Ютубе находим для себя? Есть ли духовные проповеди, которыми мы себя загружаем, свое сознание загружаем? Вы знаете таких проповедников в интернете? Проповедников, которые говорят действительно, в их проповеди вы можете ощущать силу Святого Духа. Если есть такие, пользуйтесь этими возможностями. Когда начал говорить Петр, сошел Дух Святой. И тогда я вспомнил слово Господа, говорит Петр, как он говорил, Иоанн крестил водой, а вы будете крещены Духом Святым. 15 глава 8 стих написано, сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам. Это описание того же самого события. 19 глава «Деяния апостолов». Здесь интересный такой момент встречи апостола Павла с верующими в Эфесе. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа у веровав? Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, во Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, не сшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Небольшая группа верующих, но посмотрите, что было таким фактором, которого им не хватало? Чего им не хватало? Чего не доставало? Им не хватало веры в Иисуса Христа. Они слышали проповедь Иоанна, они пережили какое-то покаяние, они раскаивались в своих каких-то грехах, но они не слышали о Христе, поэтому проповедь об Иисусе Христе – это непременное условие, чтобы Дух Святой мог сойти и благословить. Это то, что мы видим здесь. Дальше вопрос. Кому дается этот дар? Дар Святого Духа. Кому он дается? Деяние 2 глава, 17 стих. «И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут». Здесь говорится, что нет отдельной какой-то категории избранных каких-то, кто Духом Святым будет исполнен. Божье намерение, чтобы Дух Святой злился на всю церковь, от старших до младших, на всех, на мужчин, на женщин, на детей, на юношей, на девушек, все, чтобы были исполнены Духом Святым, и чтобы это было явно, это было видно, это ощущалось. Церковь, исполненная Духом Святым – вот мечта и цель Божья. 18 стих. «И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни и залью от Духа моего, и будут пророчествовать». Пророчествовать, то есть проповедовать, будут изрекать Божьи истины. Каждый будет свидетелем, каждый будет устами своими прославлять Бога, свидетельствуя об Иисусе Христе. 2 глава, 33 стих. «Итак Он, Иисус, быв вознесен Десницею Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». Это то, что произошло. Излитие Духа Святого на церковь. Что же нужно было сделать, чтобы обрести этот дар Святого Духа? Что нужно было сделать? Деяние 2 глава, 38 стих. Петр сказал им, «Покайтесь и докреститься каждый из вас во имя Иисуса Христа для прещения грехов и получите дар Святого Духа». Когда происходит полное покаяние, полностью сердце обращается к Богу, и когда человек крещением подтверждает, что он отдает свою жизнь Богу, тогда Дух Святой сходит на человека. Так проповедовал Петр. «Свидетели Ему все мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему». Деяние 5, 32. Кому Бог дает Духа Святого? Повинующимся Ему. Друзья, и если в вашей жизни есть в чем-то неповиновение, то вот причина, почему Духа Святого в вашей жизни так мало. Если в вашей жизни есть что-то, что вы еще не отдали, если в вашей жизни есть еще что-то, что вы приберегли для себя, какую-то зону для отступления, немножечко, Господи, не напрягай меня так сильно, Господи, не отнимай у меня все радости в этой жизни, Господи, дай мне немножечко еще, чтобы я немножко мог и для себя пожить, где-то отдохнуть, где-то развлечься, где-то по своей старой привычке мне так комфортно. Если я от этого откажусь, это будет большой дискомфорт и стресс для меня, если отдам еще и это. Если в вашей жизни есть что-то, что вы приберегли, что вы немножечко держитесь, вцепились и придерживаете у себя, не отдаете Богу, а Господь просит, отдай, отпусти это. Я хочу полностью всю твою жизнь взять в свои руки. Я хочу войти во все аспекты твоей жизни. Я хочу выбросить мусор из твоей жизни. Я хочу наполнить твою жизнь настоящим содержанием, чтобы во всем был Христос, как написано, все и во всем Христос. Вот если в вашей жизни что-то такое есть, то именно это и есть причина того, что в вашей жизни так мало силы Святого Духа. Что в вашей жизни вы не исполнены Духом Святым, вы не крещены Духом Святым. Это касается и вас, и меня, каждого из нас. Вот почему нам нужно об этом размышлять. И вы знаете, я убедился на своем примере. В своей жизни я убедился. Тут больших исследований проводить не приходится. Как только ты становишься перед Богом и говоришь, Господи, что не так в моей жизни? Есть ли что-то, что тебя огорчает в моей жизни? Вам не придется долго ждать. Господь обязательно укажет, покажет. И весь вопрос в том, первое, готовы ли вы так предстать перед Богом честно? И второе, что вы сделаете после того, как Бог ответит вам на такую молитву? Дух Святой, которого Бог дает повинующимся Ему. В этом есть радость в полном повиновении. Вот пример. Деяние 8 глава 39 стиха. Это Евнух, с которым беседовал Филипп. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха. А Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь. Что произошло с этим человеком? Этот человек был царедворец. Он занимал высокое положение. И мы не знаем, с каких жертв требовала от него вот эта новая вера. Возможно, он переживал бы, и, скорее всего, переживал гонение за то, что он принял эту новую веру. Потому что и сами иудеи, к которым он себя старался причислить, отвергли его. И на его родине, что его ожидало, мы не знаем, но мы видим, что этот человек не задумывался об этом. Какие будут последствия? Этот Евнух, он просто повиновался. Он говорит, вот вода, вот я. Что мешает? То есть, в этих словах он говорил, что, ну, есть ли что-то, какое-то препятствие, потому что для меня препятствия нет. С моей стороны есть полное желание полностью принадлежать Богу, всю свою жизнь отдать Богу. Есть ли какие-то еще вопросы ко мне, или есть ли еще какие-то вещи, которые я должен сделать? Скажи, есть ли что-то, что еще мешает? Я все это устраню. Я все это пересмотрю. Но я хочу повиноваться Богу. И когда он принял это решение, крестился, Святой Дух сошел на него. И он продолжил путь, радуясь. Есть в деяниях апостолов и предостережения. Деяние 7.51. Жестаковыные. Это слова Стефана. Люди с необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противитесь Духу Святому. Как отцы ваши, так и вы. Кому он обращался? Это были члены Синедриона. Вы можете себе представить, это духовные лидеры, это люди, которые просвещенные, знатоки. Это сам. Вот сегодня мы могли бы, это может некорректное сравнение, но в нашем сознании, наверное, генеральная конференция. Люди, которых мы считаем столпами, людьми, которые... Представьте, в то время руководители иудейского народа... Не дай Бог, чтобы сегодня к руководителям нашей церкви были обращены такие слова. Но это вполне реально, что и к нам могут быть обращены такие слова. Может быть, эти слова относятся ко мне сегодня, жестоковыные. Что это были люди, которые молились каждый день. Это были люди, которые изучали уроки субботней школы очень скрупулезно. Они даже писали эти уроки субботней школы, чтобы другие изучали. Это были люди, которые были богословами высочайшего уровня. Это были люди, которые считались образцом духовности. И он им говорит, вы жестоковыные. Деяние 7.51. Стефан смотрит на них, он им перед этим проповедь, длиннющую проповедь рассказывает о том, как Бог действовал в истории. И он хотел их подвести к тому, как Бог готовил путь к приходу Христа. И вот Иисус, Мессия, пришел. Примите его. Он вел-вел к этому, но в какой-то момент он увидел, что все, они уже не хотят слушать. Они хотят, чтобы он прекратил. И он понимал, что у него совсем мало остается времени проповедовать. И он переходит тогда на серьезное обличение, жестоковыны, люди с необрезанным сердцем и ушами. Не я ли это сегодня? Вы всегда противитесь Духу Святому. Как происходит противление Святому Духу в жизни? Оно не происходит вот так внешне, понимаете? Я же не зря говорю, это были люди, которые выполняли все посты, все молитвы, исследовали Писание, были знатоками Писания, учили других Писанию и как их соблюдать. Духовная элита. В чем была их проблема? Они не были рождены свыше. У них не было настоящих отношений с Богом. Иисус смотрел пронзительно в их глаза и говорил, вы считаетесь праведными в глазах людей, но я знаю вас, в вас нет любви к Богу. Любви к Богу нет. Соответственно, любви к ближнему нет. Соответственно, вот то, что мы читали, да, вот это и раздражительность, и конфликтность, и не может простить, и злобу какую-то вынашивает. Но все это прикрыто. Христа распинали как? Вот так. Люди вот такие, которые Иисус говорит, вы кажетесь снаружи красивыми, но внутри полны всякой мерзости. Как это происходит? Это ведь не происходит в одночасье, в одно мгновение. Постепенно, постепенно человек, сопротивляясь, сопротивляясь, сопротивляясь Духу Святому, он выстраивает двойную жизнь. Одну фасадную, внешнюю, красивую, в которой он сам себя тоже обманывает, что у него все в порядке. И другую, глубоко внутреннюю жизнь, в которой есть сопротивление влиянию Святого Духа. Иисус говорит, должно вам родиться заново. Вот старый человек должен умереть, должен родиться новый человек. Жестоковынные. Вы противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Нераскаянная жизнь, друзья, если в нашей жизни нет покаяния, глубокого, полного покаяния, нераскаянная жизнь, это противление Духу Святому. Когда Святой Дух тебя обличает, мягко, аккуратно, он показывает тебе на твою ошибку, на твое неверное поведение, на то, что ты обидел ближнего, а ты говоришь, да, проехали. Нет, не проехали. Если ты кого-то обидел, надо просить прощения. Если ты кого-то в чем-то ущемил, надо восполнить, надо попросить прощения, восполнить, вернуть. Если ты в своей жизни допускал какое-то неверное поведение, нужно покаяться, исповедоваться, назвать по имени этот грех и сказать, Господи, дай мне силы больше не повторять этот грех. Нужно точечно, целенаправленно и конкретно, исповедуя грехи, жить жизнью покаяния. Только так можно получать Святого Духа. Только так можно позволить Святому Духу управлять твоей жизнью. Так происходит исполнение Духа. Деяние 8 глава с 15 стиха там описывается ситуация, как апостолы пришли и возложили руки на людей. Они уверовали в Иисуса до того, но пришли апостолы, возложили руки и они приняли Духа Святого. С 15 стиха «Придя, помылились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Тогда возложили руки на них и они приняли Духа Святого. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой принес им деньги». Интересный человек, да? То есть, это был человек, который, казалось бы, он уверовал, но он еще не все понял, что это за вера. «Принес им деньги, говорят, дайте мне власть сию, чтобы...» Мало того, чтобы ему получить Духа Святого, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. «Дайте мне эту власть». Зачем ему эта власть? Чтобы деньги зарабатывать, да, как вот сейчас, чтобы куда-то на денежное место, чтобы попасть, нужно сначала деньги дать, правильно? Ты деньги дал, а потом ты эти деньги вернул, окупил, да, потом еще и заработал. То есть, он так воспринял эту ситуацию, что классная вещь, да, на этом можно деньги снять деньги, да. Но, друзья, сегодня такое, кажется, не происходит, да, чтобы за деньги вот такое, но, хотя есть такое понятие, это Симон, его звали, Симония, такое понятие есть вот в христианстве, Симония. Это когда ты духовные дары пытаешься получить за деньги. Например, ну, у некоторых крестят за деньги, да, тебе нужно заплатить, и тебя крестят. Там, соборовать, там еще что-то, везде, за все деньги, 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 чтобы за тебя помолились, нужно деньги заплатить и так далее. Но здесь я хотел бы на другое обратить внимание. Святого Духа нельзя получить с помощью каких-то манипуляций. И это вещь такая, в некоторых, знаете, в некоторых харизматических церквах такое практикуется, какими-то манипуляциями заполучить Духа Святого. Кто-то там, в интернете, если хотите, есть об этом много всего, такие богослужения показываются, как они Духа Святого получают. Кто-то, ну, есть такие вообще радикальные вещи, берет за галстук, человека, стаскивает, и его говорит, получи Духа Святого, прими Духа Святого. Бьет ладонью по лбу, говорит, прими Духа Святого, тот падает на землю, ура, он получил Духа Святого. Там, снимает с себя пиджак, и вот так крутит своим священным пиджаком, получите Духа Святого. И люди валятся там на пол, вот трясутся, вот, получили Духа Святого. Друзья, Дух Святой, действие Святого Духа, оно глубоко в сердце происходит, прежде всего. Только потом это проявляется в виде каких-то даров, внешних каких-то проявлений. В сердце происходит, и этого не получить какими-то манипуляциями. Нет такого секрета, нет такого ритуала, с помощью которого можно заполучить Духа Святого. Но есть простой и древний исконный путь покаяния, исповедания грехов, исследования своего сердца, честные разговоры с Богом. Это единственный путь, которым мы можем позволить Духу Святому поселиться в нашей жизни. Это работа, как знаете, как работа в саду. Вот вы же работали, да, в саду, знаете, да, там вот когда работаешь, вот с тяпочкой, ты работаешь, 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 работаешь. Невозможно каким-то быстрым путем, каким-то легким таким, какой-то манипуляцией или особой молитвой, или ты пришел к особо духовному человеку, ну давай, ну возложи на меня руки, раз, и ты получил Духа Святого, все, ты теперь другой человек. Не так. Еще одна тема, на которую хочется обратить внимание, чудеса Святого Духа. Посмотрите, Деяние 7,55. Стефан, будучи исполнил Духа Святого, возрев на небо, увидел славу Божью и Иисуса, стоящего одесной Бога. Когда Дух Святой исполняет тебя, ты обретаешь духовное зрение. Ну здесь вообще пророческое видение у него было, да? Но духовное зрение получает человек Духом Святым. 11,28. И один из них по имени Агав, пророк, встав, предвозвестил Духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при Кесаре Клавдии. То есть здесь пророческий дар он предвозвестил Духом. 13 глава с 9 по 11 стихи. Но Саввл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого, устремив на него взор, на противника, там один был противник истины, сказал, о, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних, и ныне вот рука Господня на тебе, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени. И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Еще один текст, Деяние 5.3. Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? И что произошло, этот Анания пал замертво. Девятый стих. Петр сказал жене Анании, Сапфире, что это согласились вы искусить Духа Господня, вот входят в двери погребавший мужа твоего и тебя вынесут. И она тут же падает замертво тоже. Что мы здесь видим? Шутки с Духом Святым плохи, да, как говорят. Нельзя шутить с Духом Святым. Если вы хотите иметь настоящее отношение с Богом, то речь идет здесь о полной святости, абсолютной святости, насколько это возможно в человеческой природе. Речь идет о том, что Святой Дух хочет очистить нас полностью, освободить нас от всего. И он никогда не будет мириться даже с самым маленьким недостатком в нашей жизни. И поэтому это большая милость Божья, что он еще прощает, милует нас, что мы допускаем в своей жизни, называясь верующими людьми, допускаем. Представьте себе, если бы в нашей церкви стали происходить такие вещи. Представьте себе, если бы Дух Святой стал вот так реагировать на какие-то вещи, которые мы втайне делаем. Я не знаю, здесь остался бы кто-то в живых. Меня бы точно уже не было. Поэтому это большая милость к нам, но мы же не можем бесконечно этой милостью пользоваться. Бог проявляет милость, чтобы мы сделали выводы, чтобы мы пересмотрели, чтобы мы возросли и двигались дальше, и позволили Святому Духу очищать нас. Деяние 4,8. Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, начальники народа и старейшины израильские, Дух Святой дает силу проповедовать. 6 глава, 10 стих. Не могли противостоять мудрости и Духу, которым он говорил. Когда мы говорим, когда не мы говорим, а Дух Святой дает нам говорить, тогда этому не будет сопротивления, всякое сопротивление будет сломлено. Дальше очень много текстов здесь есть о водительстве Духа Святого. У нас время не позволяет все читать. Я, может быть, выборочно прочитаю или быстро просто прочитаю. Слушайте, Деяние 8,29. Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к этой колеснице. Дух сказал, он слышит. 10,19. Между тем, как Петр размышлял в видении, Дух сказал ему, вот, три человека ищут тебя. Хотите ли вы такого водительства Божьего? 11,12. Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь. 13,2. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их. 13,4. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр. 15,28. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого. Как хорошо, когда Церковь знает, что угодно Духу Святому. 16,6. Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. И такое может произойти. Вы хотите где-то проповедовать, а Дух Святой туда не допускает. 16,7. Дойдя до миссии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их и туда. 18,5. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был Духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Деяния 20, глава 22-23 стихи. И вот я ныне по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мной, только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Друзья, мы нуждаемся в таком водительстве Духа Святого. Каждый из нас лично, как Церковь. Мы нуждаемся в этом. Давайте искать этого, давайте молиться об этом, давайте в себе, в своей жизни позволять больше Духу Святому влиять на нашу жизнь. Дух созидает Церковь. Посмотрите, Деяние 6, глава 3 стих. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу. 6, глава 5 стих. И угодно было это предложение, всему собранию и избрали 7 дьяконов. 9, 31. Церкви же по всей Иудее, Галилее, Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. Церковь созидалась, росла в присутствии Духа Святого, при утешении Духа Святого, при благословении Духа Святого. 11, 24. Ибо он, Варнава, был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры, и приложилась довольно народа Господу, потому что такие были руководители. Молитесь за руководителей, чтобы они были исполнены Духом Святым. 13, 52. А ученики исполнялись радости и Духа Святого. 20, глава, 28 стих. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей. Дух Святой ставит пастырей, руководителей, быть блюстителями Церкви. Дух Святой. Мы живем во время силы Святого Духа. Это слова Эллен Уайт, написанные в 1903 году. Мы живем во время силы Святого Духа. Ощущаем ли мы это? Он ищет возможности, чтобы явить себя через человеческое сотрудничество и таким образом увеличить свое влияние на мир. Есть определенные условия для получения Святого Духа. В чем они заключаются? Здесь есть несколько цитат, которые я хотел бы прочитать из Духа Пророчества, в которых говорится, какие условия есть для получения Святого Духа. Дух Святой придет ко всем, кто просит хлеба жизни, чтобы затем дать его своим ближним. Вот одно из главных условий. Если вы хотите Духа Святого просто для себя, вы не получите его. Если вы думаете о том, как помогать вашим ближним обретать спасение, и вы просите Господи, дай мне Духа Святого, потому что сам я не могу, тогда вы будете получать Духа Святого. Еще, когда мы приведем свои сердца в единство со Христом и свою жизнь в соответствие с Его делом, Дух, сошедший на учеников в день Пятидесятницы, сойдет и на нас. Еще, богатство, благодать и Божие не изливаются на землю и людей не из-за какого-либо ограничения, воздвигнутого самим Богом. Дух ожидает нашей настойчивой просьбы и принятия. Поскольку это является тем средством, через которое мы можем получить силу, почему же тогда мы не алчим и не жаждем дара Святого Духа? Почему мы не говорим, не молимся, не проповедуем об этом? Если мы не видим в действительности исполнение этого обетования, значит, это говорит о недооценке этого дара со стороны людей. Все желающие исполниться Святым Духом исполнились бы им. Это в книге «Деяния апостолов» Эллен Вайт. Каждому работнику необходимо молить Бога о ежедневном крещении Духа. Рассматриваем ли мы каждый себя работником на Божьей Ниве? Апостолы не просили благословений для себя. Они несли на себе бремя спасения душ. Им нужно было провозглашать весть Евангелия до концов земли. И они просили поэтому наделить их силою, которую обещал Христос. Поэтому Бог наделил их этой силой. И затем, когда Дух Святой был излит, тысячи обращались в один день. Христос обещал своей Церкви дар Святого Духа. И это обетование принадлежит и нам, так же, как и первым Его ученикам. Но дано оно, как и всякое обетование на определенных условиях. Многие верят обетованию Господа и во всеуслышание заявляют, что оно принадлежит им. Они говорят о Христе и о Святом Духе, однако не получают от этого никакой пользы, так как не доверяют водительству и наставлению божественной силы. Это вот интересный очень момент, очень важный. Здесь можно было бы остановиться еще и еще раз над этой мыслью подумать, что означает доверять водительству и наставлению божественной силы. Каждый из нас, каждый из нас слышит, что Бог говорит ему. Вопрос в том, что мы с этим делаем. Это происходит вот в твоих семейных каких-то отношениях, это происходит в твоей личной, духовной жизни, в такой практической жизни, когда ты, что-то в твоих отношениях с другим человеком не так. Дух Святой всегда говорит к нам. Вопрос в том, что мы с этим делаем. Мы закрываем уши? Ведь эти слова, которые говорились в книге про Кайсаи, да, и цитируются в Евангелиях и вот здесь, в Деяниях Апостолов, что ожесточили сердца свои, закрыли уши свои, закрыли глаза свои. Это ведь были такие же люди, как и мы с вами сегодня. И может быть, мы сегодня с вами повторяем такие же ошибки, какие они совершали. Что мы делаем, когда Дух Святой говорит, указывает на проблему. Падаем ли мы на колени, приносим ли мы это Богу, просим ли мы у Него прощения и силы, чтобы это преодолеть. Просим ли мы, чтобы Дух Святой заменил все мое старое, древнее, ветхое, заменил на новое, христоподобное, чтобы я научился любить, наконец, как Иисус любит, чтобы я научился такому посвящению, которое было в жизни Христа. Мы не можем использовать Святого Духа, но Дух должен использовать нас. Через Духа Бог производит в нас хотение и действие по своему благоволению. Дух дается только тем, кто смиренно ждет милости от Бога, кто ищет Его водительство. Господи, руководи Мною. И когда Бог говорит, да, вот сюда я тебя руковожу, вот здесь я хочу, чтобы ты решил вот этот вопрос, чтобы ты пошел к этой сестре, решил, наконец, решила этот вопрос, чтобы ты для себя определился вот в этом вопросе, чтобы ты от себя убрал из своей жизни вот эту вещь, я вот этого хочу, вот в чем водительство Божие. И когда мы слышим такое водительство, мы повинуемся, мы ищем такого водительства или нет. Кто ищет его водительство, его благодати, люди должны проявить готовность просить и получать силу Божью. Тогда они будут иметь ее. Когда мы проявим полное, глубокосердечное посвящение служения Христу, Бог признает этот факт безмерным излитием своего духа. Но это не совершится до тех пор, пока большая часть церкви не станет соработниками Богу. А здесь уже говорится об излитии духа на церковь. Когда лично в каждом из нас, хотя бы большая часть церкви, лично эту работу проделает в своей жизни, тогда произойдет излитие на церковь Духа Святого. Условия принятия Духа. Давайте суммируем. Ценить этот дар, просить, искать этого дара, просить, чтобы разделить хлеб жизни с другими, жить в единении сердца со Христом, устранить все несогласия с братьями, посвятить себя Богу для служения погибающим, подчиняться Богу, когда Бог говорит к нам, и верить, верой принимать, верую, помоги моему неверию. Сегодня время позднего дождя. Мы знаем, что это время позднего дождя. В книге про Казахарий 10.1 написано «Просите дождя во время», в нашем переводе «благопотребное», в оригинале «во время позднего дождя». Во время позднего дождя нужно дождя еще и просить, он просто так не изольется, его нужно искать. В ответ на нашу слабость звучит до сих пор обетование Иисуса Христа, «Примите Духа Святого», и тогда решатся многочисленные проблемы в жизни, в твоей и в моей. Раздражительный характер сменится на доброжелательный. Улыбка будет редко сходить с твоего лица. Семейные конфликты начнут улаживаться. Пробудется интерес к Библии, интерес к молитве. Ты с легкостью простишь своего давнего обидчика. Появится сильное желание участвовать в служении. Тебя будет так и распирать от желания рассказывать другим о Господе. сердце снова будет пламенеть для Господа Иисуса Христа. Пусть это свершится в жизни в твоей и в моей. Аминь. 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 Аминь.